Здравствуйте, друзья мои! Некоторые исследователи античной философии полагают, что началось с того, что греки начали посещать иные страны, много плавать, и это подтолкнуло их к определенного рода размышлениям, потому что они увидели, что существует кроме греческих обрядов, кроме греческих школ, культурных традиций, существуют совершенно иные. Есть египтене, есть финикийцы, есть латинине, есть гимнасофисты-индусы, и каждый живет своей верой, верит в своих богов. Они отличаются очень сильно и этикетом, и этикой, и дают разные оценки. И вполне возможно, что с этого недоумения перед разнообразием мира, с этого удивления перед разнообразием мира началась греческая философия, стремление к обобщению, к познанию истины, потому что, а правда, а где истина? Наш бог, в который мы верим, правильный, наша религия правильная, или может быть религия финикийцев, которая приносит жертву своих первенцев, или, может быть, египтеней, которые настолько старше греческой культуры, что в диалоге Платона называют греков просто детьми, потому что это древняя культура, древняя философия, очень древняя традиция размышления над смертью и первоначалами. И сейчас мы с вами находимся как раз в той ситуации, которая подтолкнула греков к бурному обобщению по поводу того, что они увидели, потому что мир превратился, как выражают современные политологи, в большую деревню. Мы настолько тесно связаны друг с другом, что события где-нибудь в Никарагуа, на той стороне земного шара, а сегодня становятся известными жителям Белоруссии или Украины. И наоборот, мы переживаем закитов в Гренландии, мы слышим о том, что происходит с лесами на Мадагаскаре, на небезразлична судьба Дональда Трампа или же каких-нибудь озоновых дыр, которые над нами плавают, что там происходит в Новой Зеландии, что в Австралии. И это разнообразие, это взаимная связанность, с которой современный мир пришел, она создает некоторую путаницу в умах, потому что мы тоже задаем себе вопрос. Мы выросли в традиции православной, христианской, а вот индусы в своей индусской, мусульмане в своей индуистской. Посмотрите, какие красивые обряды у евреев. Есть очень интересные традиции конфуцианства. А вот на островах совершают какие-то магические обряды, хиллеры. А вот есть расшифрованные и реконструированные обряды майя. А у католиков, посмотрите, какие красивые свадьбы и крестины. И вдруг происходит некоторая ситуация безразличия по отношению к тому, в какой традиции мы живем. Очень популярным стал тезис о том, что я христианин, потому что я вырос в этой христианской традиции. Родись я индусом, я был бы индуистом. Родись я в Афганистане, скорее всего, стал бы мусульманином. Это не имеет никакого значения. Давайте последуем примеру, например, к какой-нибудь известной рок-певице и будем исповедовать каббализм и совершать обряды согласно каббале. Не имеет никакого значения, лишь бы человек был хороший. Мы же люди приличные, хорошие, мы за мир во всем мире. Мы никому не желаем зла. Покрестимся по такому обряду, повенчаемся по другому. Может, совершим какое-нибудь паломничество к святыне, которое совершенно недавно стало популярной или, как говорят, раскрученной с помощью СМИ. К чему это нас приведет? Вот эта религиозная и идейная всеядность, она является некоторым испытанием для неокрепших душ и умов. Здесь следует быть очень осторожным, потому что за формой всегда следует содержание. Форма или обряд — это тело религии. Как человек начинает осваивать душу, обуздывает тело. Точно так же и форма религиозного исповедания, она имеет постоянную отсылку к тому содержанию, на которое оно указывает. Если вы участвуете в каком-то инославном обряде, вы хотите того или нет, вы приобщаетесь к той духовности, к тому ритму духовной жизни и тем реальностям, которые скрыты за этим обрядом или которые раскрываются этим обрядом. Это безразличие к форме, невнимательность к форме, она приводит к серьезным последствиям. На самом деле это очень безответственно. Ведь мы внимательно читаем этикетки продуктов, которые нам предлагают. Смотрим, подождите, здесь какое-то масло подозрительное, а тут очень много жиров. Пожалуй, мне это пойдет во вред. А вот эти фрукты, которые выросли на нашем огороде, они, пожалуй, мне помогут держать форму и фигуру, потому что это продукт проверенный, попробованный даже нашими православными жуками и червячками. Я, конечно, шучу, но, друзья мои, религиозные вопросы – это не предмет моды, не предмет торговли. Если мы теряем верность и чуткость по отношению к нашему исповедованию, мы можем потерять чуткость и вообще к правде. Чуткость или нечувствительность к религиозной форме или даже к обрядам или исповедованию своему – это обратная сторона, как мне кажется, этической нечувствительности. Если в человеке постепенно атрофируется чувство правды, он очень легко соскальзывает со своего религиозного полания. И здесь нужно, конечно, поставить очень острый вопрос о том, в какого Бога ты веришь, чем ты живешь. И это вопрос, на самом деле, не просто принадлежность юридическая, это вопрос жизни и смерти, по большому счету, потому что мы говорим о вещах последних, о вещах предельных, потому что в какого Бога мы веруем, так и жизнь наша выстраивается. Если мы верим в Бога воплощенного, в Бога преодолевшего, барьер между тварным миром и сотворенным, Бога, который искупил этот мир, Бога, который выше всего поставил любовь – это одна история. Если мы говорим о Боге как о покорности, это совсем другая история. Если мы говорим о том, что Бог – это вообще не личность, это третья история. И за каждым из этих утверждений следуют этические выводы, как мы себя ведем в жизни, каких принципов мы следуем в наших отношениях с близкими, что мы себе позволяем в политике, в экономике, в наших личных отношениях даже, что мы считаем грехом в конце концов. А это всегда вопрос очень неправдный. Поэтому, как говорил Владимир Ильич Ленин, прежде чем объединиться, нам надо размежеваться. Он всю жизнь придерживался этого принципа и создал партию как раз на основе того, чтобы вычленить момент непохожести, отличный. Конечно, мы сразу же таким образом выпадаем из этой всеобщей деревни, из этой каши культурной. Но себя нужно непременно правильно идентифицировать. Это вопрос честности и правды. Как Господь выразился, когда Иоанн Креститель отговаривал от крещения, он сказал, что таким образом нам нужно исполнить всякую правду. Если ты христианин, тебе непозволительно участвовать в обрядах инославных. Если ты мусульманин, будь мусульманин. Не надо путать эти вещи, потому что мы не сами по себе, мы принадлежим определенной общине. Это наделяет нас с определенной ответственностью за своих предков, за своих близких. И отражается не только на нашей жизни, но и на жизнь наших детей, нашего окружения. А если и в голове, и в сердце винегрет, то прежде всего таким человеком очень легко манипулировать. И он сам в конце концов придет к тому, что вокруг него пустота. И внутри, и снаружи. Поэтому вопрос религиозных обрядов, он не праздный. Это вопрос иногда даже жизни и смерти.